Всем привет, народ! С вами Филаор! И сегодня мы с вами продолжаем проходить вторую часть Дельта Руна! Ох, как всё всё выглядывает из моей головы! В прошлый раз мы остановились на том, что Релсей предложил нам заглянуть на второй этаж его замка. Но мы этого не стали делать, потому что мы прошли к плохим мальчикам. Коими мы и являемся, хоть и проходим на хороший сюжет. Да, на хороший сюжет могут проходить и плохие мальчики. Итак. Это комната Метатон и Напстаблук? Не, было бы шикарно, если бы они жили вместе. Я сделал сюрприз для вас двоих. Я сделал комнаты для вас в этом замке. Да? И мы должны будем их делить с призраками? Комнаты? Итак, вы можете остаться здесь насколько захотите. Я был бы рад, если бы это место стало для вас вторым домом. О, это так мило! Место, куда вы сможете сбежать. Не важно, что происходит снаружи. Э, ну ладно, мы глянем. Хорошо. А, давайте мы начали с этой комнаты. Это похоже на мою комнату. Да, причем на мою комнату какая она была в Вандертейл. У Тори. Дома, если я не ошибаюсь. Но выглядит она намного лучше, чем моя сейчас. То есть, комната Криса. Что это так? Что это такое? Надоедливая собака. Это своего рода декоративный мох. Выглядит аппетитно. На кой хрен тебе сдался мох в твоей комнате? Это не ко мне вопрос. Это вот к нему. Да, это моя комната. Комната Криса. Откуда все эти награды и медали, вот мне интересно. Это твоя кровать. Она выглядит невероятно мягкой. Как будто бы спать во сне. Выглядит шикарно. О, здесь лежит твой мануал. Я подумал, что лучше держать его здесь. На тот случай, если ты захочешь прочесть. Я уже не помню, что там было в этом мануале. Да мне кажется, мне и не надо. Это полка. Вы сюда можете положить любого вида ништяки. Отлично. Какой-то ништяки я обязательно их сюда положу. Этот шкаф полон разного рода вещей. Разных вещей. Вы можете одеть их, когда захотите. А, то есть... А, то есть, понятно, хорошо. Возможность такая есть, но воспользоваться мы ей не будем. И это все? В нашей комнате нет ничего прям удивительного? Я думал, это яма, которую вырыла надоедливая собака. Потому что... Где надоедливая собака? Доби, ты мне нужен. Так. Проследуем в комнату Метатона, которая веро... Которая, вероятно, комната Сьюзи. И честно признаться, для Сьюзи... Я, конечно, вот... Знаете, но... Она сильно розовая. Не, ну... Она выглядит, как... Комната подростка из 2007 года. Такой, знаете, эмма-комната. И Сьюзи. И это твоя комната? Я постарался ее сделать так, как ты любишь, но... В смысле, просто под цвет кожи. И с шипами. Потому что ты больше ничего не знаешь от Сьюзи. Я ничего не знаю о Сьюзи. Ты можешь... Эмма... Принести сюда все, что пожелаешь. Тоже. Я очень надеюсь, что она понравится тебе. Ну-ка, давай твое экспертное мнение, Сьюз. И она тоже в недоумениях. Я очень удивлен, почему в моей комнате и в комнате Сьюзи такой странный пол. В смысле, он как будто не докрашен, или это ковер, который не достелят? Моя собственная комната, хм. Я полагаю, это правда круто? Моя собственная комната, типа этой. В смысле, ты хочешь сказать, что в реальном мире у тебя нет своей комнаты? Блин, я и правда многого не знаю, Сьюз. А... Как долго ты это делал? Ну, с тех пор, как я видел вас двоих, я... Че, чувак, ты это настоящая сосиска, ты знал об этом? На самом деле, я не знаю, как переводится убиний, но мне что-то подсказывает, что... Это что-то не очень приличное. Хе-хе-хе-хе. Я думаю, ей понравилось, Крис. Ага, завидуешь моей крутой комнате, да? Посмотри-ка, Крис. Ладно, давай посмотрим. Хотя, я думаю, нас ничего не впечатлило. Итак. Отлично. Кровать с шипами. Теперь я могу пырять себя всю ночь. Наконец-то, настоящее удобство. Хе-хе-хе-хе. Слушай, я... Кто еще такая, кстати говоря? Да. К второй части у меня возник этот вопрос. Она дракон? Эээ... Я так полагаю, немного шипов ей покажутся чем-то очень приятным, потому что они могут расчистывать ее четвердую чешулю, я не знаю. Черт, как много всего здесь. Шишки, мел, мох. Баночки с сальсой. Сочки льда. Черные... Черные крошки из-под тостера. Челюсти. А, ну и, естественно, еда, конечно, тоже. Во-первых, зачем? Во-вторых, как он это все собрал? Тюзи, я... Не думаю, что ты будешь читать мануал. Поэтому... А, я не думал, что ты читала мануал, поэтому я положил для тебя один. Круто. Будешь ты почитать перед сном. Потому что это вгоняет меня в сон. Ладно. Блин, мне нравится. Вот что единственное мне здесь нравится. Во-первых, холодос. У нас холодоса не было. Холодос, это реально круто. Во-вторых, холодос... И наш гардероб... С рогами. Блин, это круто. Этот шкаф полон колючей... И опасной одежды. Вся одежда рвет друг друга в клочья. О, да. Завидуешь, Крис? У тебя там не останется... В смысле, она трется друг от друга и рвет сама себя. Одежда с шипами это круто, но что за херня там происходит? Ладно. Пойдемте в следующую комнату. И я так думаю, что это не комната Ролсея. Да, это комната одного крутого парня. Погодите. Эй, Ролсея, что там наверху? О, просто еще немного комнат. Я... Достраиваю. Значит, твоя комната наверху, да? Я сначала удивился, что... Почему он свою комнату решил расположить где-то наверху? А потом-то я понял. Ну... Он король этого... Этого... Этого мира, и поэтому ему положено иметь свои отдельные хоромы. Да, но я еще с ней не закончил. Да, нам надо как-нибудь будет заценить твою ботанскую коллекцию очков. Да, я думаю, у него там более интерес... Это мерзко. Нет, звук входа еще норм... Ну ладно, не очень, но вздвук выхода это прям вау. Эй, Лансер! Ты даже поверить не можешь, насколько больная моя комната! Комната больная такая же, как и ты? Вау, я должен заценить это! А пока что я продолжу копать дырки, пока не дойду до твоей комнаты. Эм... У тебя вообще-то есть дверь, ты это знал? Дверь? Вау, персиковый мальчик, да ты позаботался обо всем! Это он имел в виду, наверное, Роусея. Так, лады. Мне так нравится, что мой пол весь в дырках. Да, это дырки? Вы нашли 20 рупий в этой дырке. К несчастью, это не поможет тебе здесь. Это дырочки, сделанное для развлечения. Вау! Дырка с сальсой? Это музыкальный плеер. Послушайте. Да, давай. Он полон этих мультяшных звук. А я не хочу... Да нет, вот это что? А, понятно. Это какой-то роющий копательный инструмент. Вау, это лучше, чем я помню. Наконец-то у меня будет своя собственная кровать. Теперь мне не надо будет спать в дыре больше. Я думал, у тебя была кровать? Не, это была для байка. Блин, какой он странный. Смотрите, у него есть куча... Возможно, это его братья и сестры. Нет, мне не надо пока. Ладно, я думаю, мы здесь все обследовали. Здесь больше ничего. Я забыл об этом звуке. Так. Лады. Окей. Итак, что нам делать-то сейчас? Чувствуйте себя свободно и исследуйте город до тех пор, пока не захочете... Не захотите уйти. Выглядит так, как будто нам надо уйти сейчас, да, Крис? Это намек, да? Это сейчас... Ладно, хорошо, допустим. Мне сказали, что я не до конца исследовал город, поэтому... Давайте побегим использовать нашу возможность. Так, здесь мы все обходили. Вот здесь мы, по-моему, не были. А, нет, здесь мы были, но только когда входили в город. Здесь дыра в стене. Что за... И там ничего нет. Что за... Зачем они делают дыры? Что за мода? О, какой восхитительный город. Правда, спасибо вам. Итак, почему же я одна здесь? Это для самолюбования, я полагаю. Я поняла, насколько я была... Напуганной до этого. И сейчас я хочу сказать, я... Я все еще напугана. О, мои карты. Я не выдерживаю социальности. С этого момента я буду жить на высоте этого ущелья. На этой горе. Когда я буду готова к социальной жизни снова, я вернусь. Спасибо. Спасибо, спасибо, что сделали этот восхитительный дом. Я не буду жить не здесь. Ладно, пока. Эй, они ее нашли. Без деревьев... Мне надо потреблять питательные вещества, поедая одежду. Такой ж путь червя. Мистер Социальность ушел, не так ли? Я полагаю, что он вернется. Он должен вернуться. Это не ваша невина. Это не твоя невина. Он вернется в один день. Как-то странно разговаривает, ну ладно. Оу, похоже, одежда вся покусана. Взять кусочек? Кусочек одежды? Давай. Нееет! Мы подносим... Мы подносим... Мы подносим свои губы к щеке манекена. Крис! Не беспокойся, это невкусно. Сьюси! Как-то максимально странно. Оу, Блоксер! Мне нравится быть таким. Никому не говори. Ладно. Ты выглядишь восхитительно, Блоксер. И эта дверь никогда не откроется. Да? Я думаю, мы заценили весь этот город, и мы можем вернуться. На самом деле, мы очень быстро сюда попали и отсюда вышли. Поэтому возвращаемся! Погоди-ка, Крис, мы уходим? Мы только что пришли. Ну да. Я о том же. Твак, я не хочу делать этот групповый проект. Оу, у вас двоих домашка? А, ну, да, типа того. Сьюси, Крис, вы должны это сделать немедленно. Школа очень важна. О, привет, мама Рлцей. Как поживаешь? Я изгоняю вас из этого королевства до тех пор, пока вы не начнете свой проект. Ладно, хорошо я сделаю это, Боже. Сьюси, не беспокойся. Я помогу тебе? Погоди, Ланцер. Не хочешь ли ты... Возможно, тебе не нужно? Очень поздно. Добрый мальчик. Орма дружбы! Воды. Ланцер был добавлен к тебе прибыль. Чё? Куда это? Чё так можно? Не беспокойся, я буду находиться в твоем инвентаре. И буду все это время тусить в... Кармане Криса. Я не знаю, что это значит, но... Окей. Не бойтесь, и я тоже побуду ассистентом. О, он просто переживает за Ланцера, да ладно. Он типа как канцлер или кто-то там, который ухаживал всю жизнь за Ланцера, но он просто за него волнуется. О, это мило. Да, не, нам норм. Помолчите. Это наша командная работа. Окей, он тоже был добавлен туда. Да, я тоже не знаю, зачем, но как бы ладно. Лады, всё, хватит. Пойдёмте. Действительно, только нам так весь город перекочует. Удачного дня тебе, Крис. Увидимся. Ну, я думаю, что здесь нет ничего прям такого интересного, да. И если мы вернёмся... Блин. Я хотел вернуться в кафешку и проверить, если там Папа Ланцер. Ну, тот самый Папа Ланцер, который итальянец, у которого восхитительные усы. Потому что если бы он там остался... И в чём смысл делать для нас комнаты, если нас потом выгонят? Действительно. Если бы он там остался, я бы очень удивился. Ну, чёрт возьми. Пойдём делать наш проект. Ну, у нас, по крайней мере, есть Ланцер, не так ли? Он как бы в моё... А, она же не знает. Она не помнит... Она не видела, как мы перетаскивали всех. Ланцер? Где ты? Чёрт. Он всё это пропустит. Ну, ладно. Чё мы будем делать дальше? Что? Библиотека? Ладно, хорошо. Ладно, не будем сильно разгуливать. Я вам говорю, часы. Тут что-то не так с часами. Интересное сопровождение этой локации. Ладно, пойдёмте по тротуару. Мы добропослушный гражданин. Вот вы когда-нибудь шли по тротуару здесь? Так, он всё равно выходит на дорогу. Суицидник. А чё здесь происходит? Чёрт. Я просто управляла трафиком, как обычно. Но какая-то маленькая собачка на этих маленьких игрушечных машинках встала посреди дороги и начала делать пончики. И во всём этом хаосе... И во всём... И во всём этом хаосе... Все машины города встали. К счастью, никто не пострадал, но... Но обычные жители, как ты, разбежались. И наконец-то я могу потягать что-нибудь тяжёлое. Эй, не разговаривай со мной, когда я тягаю. Ладно. Похоже на машину. И это тоже. Я слышал, что собака делает донатсы. Поэтому я прибёг сюда. Но я только что понял, что... Донатсы... Это... На самом деле название специальной атаки для машин. Теперь моя жизнь... Находится в бесконечном... Тупом разочаровании. Это тот чувак из Андертейла, который купил у Маффет за большие деньги донатс. И поэтому страдал. Здесь его судьба примерно так. Машины двигаются с улиточной скоростью. Я люблю улиток. Когда ещё может быть так хорошо? Не, ну, по крайней... А мы не можем пройти. А вот библиотека, но мы не можем пройти дальше. Этот чувак наслаждается жизнью. Я... Так, а мы можем зайти? Я хочу подловить игру. Чтобы мы где-то могли пройти. Игра это предусматривала каким-нибудь секретным образом. Но нет. Здесь нам все пути закрыты. Лады. Не надо было так от меня убегать, Сирс. Ладно, вот мы здесь. Школьный чёрт подели проект. Книги, боже. Как я обожаю книги. Эй, Крис, а где все? Ну да, здесь же нас должна была ждать Ноэль. Похоже, тут что-то не так. А, насрать вообще на всё. Пошли играть в космический пинбол и... А, Space Pinball! Я его помню. А, эти... Эти игрушки нулевых. Кто помнит космический пинбол, пишите об этом в комментариях, чтобы мы все знали, что такое космический пинбол. Я надеюсь, он ещё не вымер из вашей памяти. В компьютерную лабораторию. А? Это похоже на... На внутренности подсобки. Крис, не думаешь ли ты, что это... Ещё один тёмный мир. А, да? То есть в каждой главе у нас будет новый тёмный мир, который мы должны будем освобождать? Так, так, так. Похоже, мы так и не сможем начать наш проект. К сожалению. Знаешь, Крис, если здесь есть тёмный фонтан, мы... Ты можешь закрыть его. И вернуться в компьютерную лабораторию, правда? До меня только сейчас дошло. В прошлый раз, в первом Дельтаруне, когда мы пытались зайти в компьютерную лабораторию, нам говорили, что там очень усердно трудится какая-то собака. За компьютером. Да, значит, вот где. Здесь надо искать такие подсхалочки. Такие же. Итак, что мы будем делать, Крис? Пошли, пошли, пошли. И мы можем использовать компьютер моего дома. В моём доме. Ну, как бы тут выбор-то очевиден. Как бы мы всё равно зайдём и будем делать свои дела. Туда. Но... Пошли за мой комп. Да, Крис, ты прав. Так, пошёл. Ты сказал верный факт. Но ты совершил одну маленькую ошибку. Это ошибка знания моё. Потому что здесь, как я вижу, большая яма. И всё, что я хочу, это спрыгнуть туда. И как... Как долго ты остаёшься со мной? Тем больше я хочу тебя скинуть туда тоже. Ну, камон, Крис! Да! Давайте! Превращение! Как принцессы. Молодцы. Что-то новенькое. Ну, да. Как бы Сьюзи большую часть говорит. О, сохраняшка. Надо же, в этом мире они тоже есть. Это хорошо. Тёмный мир? Естественно! Меня напрягает, что здесь нету музыки. Да. Хотя, когда мы входили в тот тёмный мир, по-моему, было так же. Эй, привет! Эти провода, провода! Что с ними не так? Они вроде бы колышутся. Колосятся. Растут. О, вот в чём дело. Провода. Так, тихо. Понял, понял. Всё. А, нет! О, тихо. Лады. О! Ха-ха-ха-ха! Я сильно умён для этой игры! Так. Уже перенеслась? Сюда? Все. Были. Всё. Она настолько напугана, что не хочет говорить. Были что... О, нет. Вас просто много. Да. Все... Все... Были. Что были? Что со всеми? Спаси нас. Она идёт. Кто она? Кто что? Больше слов не знаю. Кто-нибудь, помогите мне. Ноэль! Пожалуйста, кто-нибудь. Си-у-зи? Круто, что ты здесь, но... Убегайте отсюда, пока не слишком поздно. Ноэль! Ноэль! Я так подразумеваю, это его сестра. Ну, Лансер. Или типа того. Надо будет у него узнать мнение. Чёрт. Чёрт. Эти учебные сессии. Кто ещё, чёрт подери, ты такая? Я известна как серийный номер. Я не буду это читать. Но вы, глупые дети, можете называть меня... Королевой. Хм. Походу, мы и правда должны называть тебя королевой. Да, как бы тут не выговоришь. Королева. Просто и понятно, мудаки. Так, слушай сюда, королева. Мы не дети. Подростки, это просто выросшие дети. И... Взрослые, это те же выросшие подростки. Маленькие дети тупые, а мы просто выросшие тупые. А... Разве это не означает, что ты ребёнок тоже? А... Нет, это не я. Я вообще-то компьютер. То есть? Умная. Компьютер? Что ж, спасибо вам большое за... Стимуляцию. Но я должна уйти отсюда. До свидания. Эй, погоди, погоди! Зачем ты поймала Нуэль? На самом деле, я бы хотела поймать и вас двоих, но у меня закончились клетки. Зачем вообще кого-то ловить? Затем, чтобы... Она смогла стать моим... Виллин... Пион. Я не знаю, что такое Виллин Пион. У меня вообще идеи нету. В моём задании для... Всемирного захвата. Возможно, мне стоит превратить её лицо в лицо робота? Что? Зачем? Ну, выглядит типа круто. Так, ладно. Забудь об этом, чувак. И ничьё лицо не превратишь в лицо робота. Могу я это расценивать как заявление о враждебных намерениях? Чего? Ты хочешь сражаться, лузер? Да, да, чёрт возьми, та, я хочу сражаться. Ну, тогда пока. Погоди, чёрт тебя дери, секунду. У меня нет времени на привольности. И я всё равно надеру тебе задницу. Хотя, возможно, кое-кто сможет развлечь тебя. Вааа. Ваа. Наслаждайся твоей ассимиляцией. Не, вот это было круто. Потому что она превращает своих подданных вот в это. Вероятно, этого они и боялись. Так, ладно. Эээ, сразу начинаем с акта. Так. Прокинуть провод или джигл-джигл? Эээ, джигл-джигл? Лады, и будем защищаться. Будем копить типи. Еээй! Да. Ну, по крайней мере, Крис отрывается. Они недовольны чем-то. Оп! 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 Так, ладно, хорошо. Скелл выручает. Так, теперь давайте попробуем вторую атаку. Прокинуть провод. Ага. Так, окей. Эээ! Да, мы перерезали оба провода. Я про это забыл? Во! Ну, когда они атакуют не вместе, это очень легко. Так, я могу пощадить кого-то одного. Да. Наверное, сделаем так. Будет джигл-джигл на одного. И здесь мы пощадим другого. Да. Нужно еще шесть, чтобы... Какая легкая атака, я попался. Ладно. И мы завершаем. Двести три дарк-доллара? Это как-то много. Подождите, или тут не дарк-доллары? Фью. Хороший бой. И... Пост... Так, спустя такое время... Теперь мы должны поймать королеву. Еще раз? Или нет? А? Они... Успокоились? О, Ренсей! Я просто использовал мое... Заклинание усмирения. И они перешли в спящий режим. Ренсей, наконец-то ты тут! Я почувствовал присутствие тьмы и пришел сюда, как только смог. Похоже, здесь организовался новый темный фонтан. Ренсей, они взяли Нуэль! И Ренсей такой, типа, чё? Кто это? Чёрт! Оно вообще... О чём она вообще думала, заходя в тёмный мир? Мне кажется, что её затянули. Если мы не сделаем что-либо, то она может... Мне кажется, Нуэль всё-таки нравится Сьюзи. Просто она боится это признать, потому что каждый раз, когда она говорит о защите Нуэль, она либо злится, потому что Нуэль надо спасать, Нуэль в беде, или же она вот в таком странном расположении лица. Не беспокойся, Сьюзи. Мы закроем этот фонтан. Да! Как я могу злиться на новое приключение, верно? Пошли, Крис. Еее! Поехали! Новое приключение! И хотя бы музыку сюда вставили. Здесь ничего нет. Ничего не протыкивается, идём дальше. Вау! О! Guitar Hero! Ладно, мне это нравится. Так, надо спуститься пониже на всякий случай. Аааа! Вау! Вот это я понимаю музыка! Мне она, кстати, что-то напоминает. По-моему, это какой-то хавер, или типа того. Зелёные поля растилаются перед тобой, и вдали видны огни большого города. Вы наполняетесь силой нового приключения. Сохранить! Спасибо большое, что смотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, клацайте на колокольчик, и я буду ждать вас в следующем выпуске. Всем удачи! И пока-пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»